МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, добро пожаловать на телеканал РТР Беларусь. Прямо в эфире то, что происходит. В начале этой недели вступили в силу основные положения резонансного декрета номер 7. По всей Беларуси проходит неделя предпринимательства. В Минске состоялась ассамблея деловых кругов. Однако одновременно с этим у тех бизнесменов, которые занимаются пассажирскими международными перевозками, возникли определенные сложности. Об этом и не только поговорим сегодня в нашей программе. Начнем с небольшого сюжета. Чтобы передать атмосферу одесской коммуналке, уже опытному ресторатору Сергея пришлось отправиться в этот город за вдохновением, распробовать местные блюда и разыскать множество раритетов. Холодильник 52-го года, который до сих пор работает. Если раньше приходилось опасаться санитарных норм, многие из которых тоже из советского прошлого, сейчас требования санитарные сокращены в 15 раз. Да и оставшиеся подтягивают под современные условия. Можно забыть и про ассортиментный перечень, составив меню на свой вкус. И вот, например, в духе заведения – наливки собственного производства предложить место обязательного ранее длинного списка напитков. Для меня, как предпринимателя, это очень положительный, позитивный момент, потому что мы сами можем выбирать, какую продукцию ставить, какой ассортимент здесь у нас должен быть в нашем заведении, исходя из потребностей нашего гостя. Кафе работает всего два месяца, и хотя положение декрета официально вступили в силу лишь на этой неделе, еще в процессе открытия заведения. Новый, скорее, партнерский уровень отношения бизнеса и власти уже очищался. Настроение уже и в обществе, и у проверяющих органов, оно было такое, чтобы более лояльно относиться к субъектам хозяйственного. В частности, МЧС гораздо проще прошли у нас все согласования, и без всяких заминок. Главная ответственность – это перед нашим гостем. Они голосуют своим рублем. Без лишних согласований теперь и время работы, и наценка, и даже модернизация здания. А в случае промаха – право на работу над ошибками. Надежда, что не сразу штраф дадут, а дадут возможность реабилитироваться, тоже есть. Сегодня многие предприниматели готовы постучать по дереву, чтобы этот декрет работал. Ведь развернуть свой бизнес можно с небывалой скоростью. Уведомление через службу «Одно окно» и «Ты предприниматель». Ожидается, что и в регионах документ станет катализатором для деловой активности, как следствие – появлению новых рабочих мест. Люди убедились, что достаточно задумать какую-то положительную идею, и ты найдешь понимание у чиновников местной власти, что тебе помогут организовать это дело. И тебя не запустят по такому широкому кругу, где иногда человеку опускаются руки, и он понимает, что он не в состоянии организовать это дело. Потому что он хорошо знает свое какое-то ремесленное дело, но плохо где-то разбирается, может быть, в документах. Адвокаты в эти дни ведут разъяснительную работу в регионах, устраивая семинары и круглые столы. Окрыленным вольностями предпринимателям, юристы советуют все же не забывать и об ответственности. Предприниматели ни в коем случае не должны злоупотреблять теми огромными правами, которые дает им декрет, и они не должны, как говорится, подставить тех предпринимателей, которые работали и работают честно. Между тем, часть предпринимателей на неделе оказалась в тупике. Междугородние маршрутки не вышли в рейсы по многим направлениям, бойкотируя изменения в законе об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках. Старые люди все пользуются маршрутками. Понимаете, добраться в райцентр, в больницу, в магазин – это очень хорошо. У нас и ходит государственный автобус. Но как он ходит, и кто на нем ездит, я так понятия не имею. Такие маршрутки доезжали, что называется, до каждого пассажира. Андрей за годы работы многих знает по имени, да и люди к удобному транспорту привыкли. Мы накатывали маршруты по 10 лет, а теперь, допустим, будет разыгрываться тендер, и у нас с этого маршрута, допустим, выиграет какой-нибудь более крупный перевозчик. И нас взяли и убрали. Мне кажется, это как-то несправедливо, что ли. Минтранс на все это парирует изменения, продиктованные безопасностью пассажиров. Цель – создать равные условия и прозрачность системы. Маршруты при желании перевозчиков сохранят свою гибкость. Но необходимо будет отбиваться на автовокзалах и ездить по регулярному расписанию. Пожалуйста, работайте по своему маршруту, звоните людям, на остановочках их забирайте, привозите в Минск. Но, когда вы приехали, заедете на остановочный пункт, отметьте, что вы приехали, чтобы я знал, и тот диспетчер, и этот, что поездка удачно завершена. В безопасности либерализации быть не должно. Между тем, некоторые уже заключили договоры. Кто-то же собирает подписи за отмену нововведений. Кто-то пока выходит в рейсы на свой страх и риск. Безусловно, у всех сразу не получится работать по-новому. Как разрулиться конфликт, покажет время. Итак, две основные темы нашей сегодняшней программы. О международных перевозках мы поговорим во вторую часть нашей программы. Но сначала первые дни действия декрета номер 7. Сразу после его подписания шла речь о том, чтобы устранить противоречия между существующими законодательными актами и реальной действительностью. Петр Борисович, первый вопрос к вам. Прокомментируйте тренды, ну, что называется, этих нескольких дней. По сути, если смотреть глобально на седьмой декрет, то сейчас решаются две самых важных задачи. Первое – это действительно привести все законодательство, которое действует в части, не противоречащее декрету, в соответствии с декретом, выполнить прямые поручения декрета. Ну, а второе – это не потерять в рамках правоприменительной практики, не потерять, не упустить вот ту идеологию, положительную идеологию декрета, которая туда заложена. Петр Николаевич, вы можете прокомментировать, как вообще выглядят эти несколько дней? Вот вы получаете какие-то отклики? Вы знаете, ну, если я не хотел бы рассматривать сейчас вопрос перевозчиков, потому что он не имеет к седьмому декрету отношения. В целом декрет, опять же, если смотреть на него векторно, как бы, общий, то в целом воспринят положительное. Он заработал? Он заработал. Понятно, что по нескольким дням не ощутить. Декрет уже работает, причем декрет же мы смотрим не только, седьмой декрет, но и вообще, если оценивать весь пакет документов, который был принят одновременно с декретом, они уже работают. Уже и есть увеличение по количеству индивидуальных предпринимателей, и физические лица, значительное количество, которые вышли, по сути, это не новые, это те, которые вышли из тени и стали работать, уже зарегистрировались, уплатили сборы, все, работают. То есть, таким образом, мы уже сейчас видим как раз-таки очень четкие, уже, можно сказать, оцифрованные показатели того, что декрет работает. Спасибо. Алексей Николаевич, вы говорили до программы о вопросе методики применения самого декрета. Ну, смотрите, я хочу сказать, что в первую очередь, для нас, для всех, и бизнес-сообщество поддержит, это стратегический документ, правовой акт. Он направлен, понятно, что на масштабное стимулирование деловой активности, на усиление квоты доверия как государству, так и к бизнесу, это очень важно. Он направлен на изменение структуры нашей экономики, потому что на сегодняшний день доля бизнеса где-то порядка 32 с копейками процента составляет. И мы хотим, чтобы эта доля увеличивалась и дошла в пределах 40 процентов. Как измеряется, Владимир Николаевич, как измеряется вот это 32 процента? Вклад бизнеса в экономику страны. ВВП, 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 ВВП. Гораздо меньше, чем 25-30 процентов, если вы считаете госбезда. Ну, статистику, статистика где-то говорит про 30 процентов от 32 процентов. Ну, может, включая государственное предприятие. Но мы бы хотели довести его, и благодаря этому декрету, все предпосылки на то, чтобы... Нет, мы считаем ВВП или налоги. Есть много параметров и по занятости, и по доле ВВП, и по количеству рабочих мест, и по налогу. Когда мы говорим 32 процента, это что? Безусловно, это еще мало для нашей страны. Друзья, вот декрет номер 7, это лозунг «давайте жить дружно». Кто же будет против, да? «Давайте жить дружно». Для того, чтобы это «жить дружно» стало частью жизни, да, нужно еще внести изменения там в 40-50 разных актов законодательства. И вот это еще пока не сделано. Могу сказать точно, что сейчас предстоит огромная работа, и она проводится уже. То есть, во-первых, еще нужно сказать так, что часть норм в декрете, они прямого действия и уже действуют, как вы сказали, уже на сегодняшний день. Часть норм нам надо имплементировать в законодательство, как вы сказали. Это 6 кодексов, в том числе налоговый, который сейчас прорабатывается. Это уголовный кодекс, это коап наш. Туда надо внести. 21 закон, 13 указов, 34 постановления. То есть, работа огромнейшая для того, чтобы привести законодательство в соответствие. И уже даже не сегодняшним днем, а благодаря, может быть, и предложениям бизнес-сообщества, и то, что сейчас ассамблея прошла, уже смотреть, будем так говорить, в день завтрашний. И то, что требует глава государства. Алексей Николаевич, спасибо. Ярослав Вячеславович. Не может произойти ситуация, что вот как бы, знаете, у нас после предыдущей передачи по поводу декрета номер 7, я получил такое количество сообщений лично через социальные сети, что это все только бла-бла-бла. Директива номер 4 была как раз выражением смысла «давайте жить дружно». Ее заговорили, затоптали, утопили, в номенклатурном ничего не делании. То есть, это был конец 2010 года. Сегодня, опять-таки, доброе намерение. Друзья, мы не все будут за то, чтобы частный бизнес был, чтобы внешние налоги были. Но смотрите, простые вопросы, которые требуют, рекомендуют, настаивают бизнес. Лже-предпринимательство уберите, субсидиарку уберите. Президент это требует. А вот эта вот часть прослойка чиновников, да, она стоит колом. И да, не сюда. Ярослав, оба вопроса, которые вы сейчас назвали, уже в стадии решения. В общем-то, и субсидиарная ответственность, она значительно сократилась, и лже-предпринимательство, этот указ. Там вносятся сейчас изменения, он серьезно пересматривается. Какой-то 488-й. 488-й, да, 488-й. Мне кажется, что мы должны все-таки больше говорить, понимаете, я не думаю, что мы можем строить иллюзии, и если вдруг какая-то у нас станет очень классная нормативная база, то это серьезно поднимет дух предпринимательства и поднимет, породит в людях идеи, желание шевелиться, отвечать, там, рисковать своими финансами, деньгами. Вы же мне сами рассказывали, что чисто теоретически только 5% населения... Да, я хочу поддержать от Петра Борисовича в том, что это идеология государства. Может быть, там в 2010 году и не доработали, может быть, слишком хорошо нам жилось, не надо было. Но на самом деле это идеология, это четкий посыл и бизнес-обществу. И мы сейчас хороший мостик перекинем во вторую часть передачи. А как ведет себя бизнес? Ответственно ли он относится, в общем-то, к своей функции? А готов ли он на себя часть функций государства брать? Или он просит государство быть более жестким? Поэтому здесь нормативная часть, над этим мы работаем, мы будем серьезно работать дальше. Но и другая должна часть... Павел Иванович, прокомментируйте, к примеру, самая ключевая задача, вот как раз-таки 488-й указ... Налоги не решены, аренда не решена, собственность не решена. Права инвесторов... Знаете, друзья, вот... Вы говорите, что оно решается. Оно решается? Так оно еще 5 лет будет решаться, 10 решается. Я здесь вот скажу, что почему предприниматель считает, что решается тогда, когда он может, вот уже базируясь на этом законодательстве, создать рабочие места, создать продукт и выплатить заработную плату работникам. Пока действительно некоторые министерства, даже не дожидаясь внедрения этих указов, новых разработок, уже применяют как бы идеологию. Владимир Николаевич, вы говорите, надо решить 200 вопросов. Вы не говорите 1, 2, 3. Вы вот подсказывали редакторам, 200 вопросов надо решить. Да. Почему? Минимум. А это план правительства по реализации как раз седьмого декрета. Я вам скажу, что решение 200 вопросов возродит еще 200 вопросов другого плана. Это постоянный процесс, и он никогда не останавливается. Вообще, наверное, декрет номер 7 надо разделить на две части. Первая часть – это прямого действия нормы, которые отменили целый ряд документов типа печати, вопросов о путевых листах, введениях и так далее. И это уже облегчение бизнесу. Утвердили новые санитарные правила пожарной безопасности. И дали целый ряд поручений Совету министров, бизнес-сообществу подключиться к работе над нормативно-правовыми актами. Сегодня есть план. 488 указ. Создана рабочая группа, работает под эгидой члена Совета по развитию предпринимательства там. Бизнес-сообщество давало свое предложение. По налоговому кодексу созданы две рабочие группы. Одна при Министерстве финансов, вторая при Совете министров. Сегодня тоже ведется работа над данными документами. Но мы сами точно так же должны понимать и говорить, что любой документ должен подготовиться, должен обсудиться. Поэтому это не так быстро. Декрет был принят недавно. Георгий Васильевич, можно вам вопрос? Вы говорили до программы о том, что на самом деле мы можем говорить о сфере услуг, но самое важное, по вашему мнению, не забыть о том, что вовсе не сфера услуг является ключевой брюш. Я согласен, только я немножко хотел мостик перебросить. Вот коллега сказал, что это стратегический декрет, направлен на стратегические цели. Мне кажется, это стратегия там как до луны. Это скорее седьмой декрет, это работа над ошибками прошлого периода. Он тактически имеет роль. А стратегия даже не является та конечная цифра, что к 30-му году на до 50% ВВП была доля малого и среднего предприятия. Почему? Потому что сегодня, я возьму только один сегмент, оптовая торговля. Сегодня 80% оптовой торговли идет через малое и среднее предприятие. И при том 50% этой суммы – это вообще малое предприятие. То есть это класс чистых посредников, о которых говорил глава государства. И мы что, сейчас хотим нарастить, чтобы доля была малых и средних предприятий 100% в торговле? Нет. Именно если мы говорим о стратегии, то надо говорить не только о количественных показателях, а надо говорить о росте и месте малого и среднего предпринимательства в концепции конкурентоспособности страны. Это модель австрийско-немецкая. То есть есть крупные предприятия, определяют стратегию, и по принципу СОД должны быть вокруг малый и средний бизнес. Именно так он формирует 80% ВВП. Другое дело, что… А если говорить про немецкую модель, все-таки малый и средний бизнес – это сфера услуг? Нет. В большей степени. Опять, есть здесь сфера услуг. Это те же Соединенные Штаты Америки, это там адвокатура, юридические услуги, финансовые услуги. У нас не тот рынок и не та структура экономики. Мне кажется, мы ближе к немецкой. Но, опять-таки, по указу сверху, пусть это будет 77-й указ, реально в реальном секторе экономики малый и средний бизнес не возникнет. У них нет ни оборотных ресурсов, у них нет и имущества, у них нет, в конце концов, заказов, потому что все заказы перетянули на себя в госсектор, в госпредприятии, потому что сверху на них спускаются определенные нормативные показатели. То есть это гораздо более сложный процесс, чем седьмой декрет, взять всех, так сказать, решить все. Вот это все тоже вопросы, о которых мы тут не говорим. Георгий Васильевич, ну вот насколько оправдана критика, которую я как журналист получаю в связи с проведением ток-шоу по поводу седьмого декрета? Работает? Есть работа? Нет, мы слишком много наворотили, так сказать, дел. Вот именно государство перегнуло уже палку контроля, наблюдения, так сказать, и управления. Это еще раз говорю, это работа на ошибках совершенно правильная. Он нужен был. Но эта работа на ошибках, стратегия, еще нам предстоит определить роль малого среднего привлечения, стратегия будет определяться и, будем так говорить, активным участием бизнеса общества, будем так говорить, выстраивание и реализация этого декрета. Понимаете? Стратегию бизнеса он может советовать, да это наука должна быть. На сегодняшний день есть положительные подвижки. И на ассамблее эти вопросы обсуждались о том, что как бы и количество людей, которые заявили себя на сегодняшний день увеличилось. На сегодняшний день проанализируете элементарно даже... Я заявила, а вы знаете, что в Беларуси один из самых низких показателей малого среднего бизнеса, который доживает до трех лет. Он составляет менее 4%. Для этого и есть эти программы. Я заявила, и масса потом выйдет на улицу. Георгий Васильевич, правильно ли я вас понял, что бизнес, начинающийся в Беларуси, не живет больше трех лет? Нет, коллеги, я думаю... Порядка 4%. Это мировая практика. В целом в мире 5 лет выживает порядка 5-7%. Это бизнес, он должен как рождаться, так и умирать. Кстати, таким образом мы подняли еще проблему. Вы вот сегодня по заявительному принципу можете регистрировать в предприятии, а вы попробуйте его закрыть. По заявительному принципу. Вот черта с два. Вот закрыть, это в тысячу раз больше трудозатрат, чем открыть предприятие. Это в Штатах, это процедура равновесная. Есть два аспекта. Обязательство, которое несет этот субъект, который он приобрел во время вот этой деятельности. Да не только, я вас уверяю, столкнитесь. Я вот столкнулся чисто гипотетически. Я был где-то в 90-е годы директор частного предприятия. Оно давно не функционирует, более 20 лет. А потом, когда идет стандартная процедура, назначение мне говорит, нет, ты там остался, остался учредителем и директором 25 лет назад. Его не закрыли. Хотя налоги, оно давно не платит, и хозяйственные действия лишние. Самую большую проблему Дегридуэль не решила, это конфликт интересов, которые есть в органах госуправления. То есть мы говорим про субъекты хозяйствования, 80% экономики. И при всем даже добрых намерениях власти. Вы можете конкретнее, но вот условно, конфликт интересов. Любой орган госуправления, одновременно коммерсант, одновременно регулятор, одновременно контролер. И когда министру или замместительному министру приходят разного рода функции, он концентрирует скорее на бизнесе, чем на регуляторной нагрузке. Александр Лукашенко в 2015 году говорил, надо ликвидировать конфликт интересов. Белтомож-сервисы что такое? Бизнес. У каждого Минтранс, бизнес. Минздрав, бизнес. Минпром, бизнес. Везде. И когда только начинают появляться малые и средние бизнесы, которые начнут расти, приходят чиновники, которые одновременно и коммерсанты, и говорят, хей-хей, ты слишком большой и борзый, мы тебя поставим в стойло. Вот в чем большая проблема, и декретно-мирсием эту проблему не решает. Сейчас Ярослав говорит о стратегии. Вот это стратегия, это не стратегия. Давайте про стратегию. Петр Борисович, к вам вопрос. Смотрите, третий год к ряду проходит у нас неделя предпринимательства. Сейчас вот как раз прошла ассамблея деловых кругов, и обсуждается национальная платформа бизнеса. Это что-то конкретное, или знаете, из разряда таких метафизики? Вы знаете, это уже как раз-таки действительно конкретное. Когда-то это была такая инициатива бизнес-сообщества, которая, может, не всегда была услышана, воспринята. Вот как раз после четвертой директивы правительство прямо сказало одобрить эту инициативу, и с тех пор каждый год платформа, по сути, как только бизнес ее выдает, сразу берется в разработку государственными органами. И я могу сказать, что и в седьмом декрете, и в важнейших фундаментальных документах, которые приняты по деловой среде, как раз-таки платформа является одним из серьезных источников информации, идей. И они там реализованы как раз-таки благодаря вот этой инициативе бизнеса. Хотя хочу сказать, что в этом году я вижу, что бизнес разделился. Некоторые вроде как поддерживают принятие платформы, другие говорят, что надо еще подождать и позже ее доработать, позже принять. И вот я вроде как со стороны к бизнесу отношусь, но я скажу, что как раз больше даже переживаю, что ее до сих пор нету. Потому что как раз-таки... Вы председатель рабочей группы, поясните, что это такое вообще? Что это будет за такое? Это же не закон. Это проект, который в 2006 году начали этот процесс. 12 лет ежегодно выходит платформа бизнеса, потом к нам присоединились, и на самом деле это не проблема, не вопрос там Корягина, Романчука и Жанны. Это консолидирующий документ всего бизнеса общества, который отражает наши взгляды на то, где мы находимся и что мы хотели бы от правительства. Поэтому есть проект платформы, он дорабатывается, рабочая группа в конце марта, марта, начале апреля традиционно, он будет выслан всем органам госуправления. И мы каждый год анализируем процент доли исполнения платформы органами госуправления. Около 30% исполнения достаточно высокий. Но тем не менее, фундаментально важные вопросы, стратегические, вот я Георгием опять-таки соглашусь, они проходят в таком режиме. Мы говорим, надо сокращать налоговое бремя, надо сокращать легориторное бремя. Нам говорят, нецелесообразно, без дискуссий, без фактов, без ничего. Вот самая большая проблема, что мы самые серьезные вопросы откладываем на завтра, на послезавтра. А Александр Лукашенко, принимая с отчетом правительства, сказал одну вещь, очень замечательно. Главное для белорусской экономики – расти темпами 5-8% в год, чтобы выйти к 2025 году на 100 миллиардов долларов ВВП. Если мы не сделаем, решим стратегические вопросы, а будем повязан в мелочевке, сколько там налог на НДС, база, методика, мы никогда не выйдем на 100 миллиардов долларов, тем самым... Вот по поводу, почему это не происходит. Самая сильная, я считаю, это мое мнение, самая сильная интеллектуальная часть людей, которая может двигать Беларусь, она находится сейчас в чиновничестве. Она, к сожалению, плохо мотивирована, она имеет ответственность огромную, но... Вы очень неплохо подняли зарплату, вы, наверное, не в курсе, в разы. Не-не-не, это не в этом дело, не в этом дело. Мотивация... Подняли-то, подняли, а делали. Мотивация, это значит, я хочу, не хочу, не получать, ладно. А если я хочу сделать что-то, то самая сильная сейчас вот такая среда, это чиновная среда. Люди туда стремятся всего разу. А в каком смысле она сильная, по-вашему? Где интеллектуалы? Покажите мне... Я скажу так, нет, они плохо мотивированы с точки зрения нацеленности на решение больших, серьезных задач. Они боятся ответственности, они прикрываются... Самый главный чиновник, это глава государства и премьер-министр. Вы о них говорите сейчас? В меньшей степени, в меньшей степени. Сергей, я хотел спросить у вас, вот условно говоря, на, что называется, человек из поля. Вы понимаете вообще, о чем здесь идет речь? Сейчас говорят, они говорят, стратегия, у вас реальный конкретный бизнес. Вы понимаете, что на вас это как-то отражается? Вот несколько дней только действует... Я думаю, что когда вы Георгию задавали вопрос про сферу услуг, как раз-таки и пойдет про сферу услуг. Потому что непосредственно я, как владелец сети салонов красоты, и у меня многие предприятия сферы салонов красоты тоже со мной общаются. Очень было интересно, как разрешили тем же сотрудникам, да, которые у нас... Создавать свой бизнес. Когда мы платим, извините меня, санстанцию, когда проходим, да. Десятки, сотни тысяч долларов инвестировали, они сейчас дома будут оказывать тот же услуг, и ваш бизнес стал неокупаемым. Правильно говорите? Правильно говорим, какие действия. И хотелось бы, чтобы непосредственно сегодня, кто у нас тоже учащики... Там, это перевозчик номер два, совершенно верно. Да, по этому надо было как-то доработать, потому что это, ну, не совсем правильно. Тогда, может быть, и нам самим стоит у себя дома открыть бизнес, там, да, еще одну, там, купить квартиру и стать как-то работать по-другому. На вас, на вашем бизнесе конкретно, как-то вот национальная платформа бизнеса, она отражается? Вы вообще понимаете, о чем здесь говорят сейчас? Если честно, в связи с... Если честно, то нет, да? Так как у меня несколько групп компаний сейчас, я работаю, и у меня много командировок в различные страны СНГ, я слышу отголоски от своих управляющих, которые говорят о том, что весь декрет, который построен, и платформа не совсем доносится до низа, да, потому что кто-то там принимает решение, слышно, что, да, происходят какие-то процессы, но те же владельцы... Проблема даже в другом. Я вам скажу, 10% предпринимателей является членами тех или иных бизнес-союзов. 90% живут в своем формате, в своей жизни. Это проблема и бизнес-союзов, и предпринимателей. Разъяснение по декрету применения норм есть везде на сайтах всех госорганов. На сегодняшний день то, что мы переживаем, допустим, за депрессивные регионы, к примеру, вы посмотрите обл. исполкомы везде или райисполкомы, зайдите на сайт и посмотрите, что есть, как практика применительна. Дальше. С точки зрения исполнительная власть оказывает консультацию, разъяснение. Как никто? Это исполнительная власть. Давайте прямо скажем. Большинство занимает иждивенческую позицию. Вот за них кто-то сделает. Правительство, какие-то союзы. Кто-то должен за них это высказать. За салоны красоты, за другие. А они посидят, послушают и на телепередаче расскажут. Так, консультация. Вот посмотрите, несколько дней основные положения декрета начинают действовать. К вам кто-нибудь обращается? Вы кому-то подсказываете? Вот сидит с вами рядом бизнесмен, который даже не ощутил вообще, не понял, о чем речь сегодня. Вы знаете, на сегодняшний день наше агентство оказывает конституционные услуги. И такое есть модное слово «хайп». Сегодня большой хайп вокруг декрета номер 7, декрета номер 8, которого мы сегодня еще не касались. И действительно количество людей, которые обращаются, возросло. И я считаю, что если... Что спрашивают? Давайте перейдем в конкретную какую-то плоскость. Потому что мы говорим про стратегию и совершенно ни одной конкретной информации. Кроме того, что вот совершенно очевидно, что те люди, которые вложили последние годы, условно говоря, в салоны красоты, сейчас совершенно точно понимают, что все их потенциальные работники разбежались. И качество работы, и качество услуги тоже усилится. И тестом будет потребитель. Вот это кто-нибудь понимает? И вот насколько сможет отрасль это самоорганизоваться, хочу к слову о 10%, насколько она сама сможет свое профессиональное сообщество регулировать, настолько успешным будет этот бизнес. Потому что, естественно, люди будут пытаться покупать дешевле. Я хотел бы все-таки поддержать Ярослава. Я считаю, что стратегия должна стоять во главе. И все начинается с малого. Как говорят иностранцы, think global, do local. Мы должны разрабатывать стратегии. И в том числе Сергей, я считаю, он очень умный человек. И он разработает свою стратегию, которая вывезет его бизнес на новый признак. Нет, ну надо же прекрасно понимать. Если говорить о текущем моменте, то, наверное, больше идет как раз-таки негатива. Потому что, во-первых, люди спрашивают, а что мне будет, если я вдруг начну? И второй момент. Идет негатив с точки зрения того, что еще не до всех органов дошли. Вот, наверное, эти нормы. Приходит пожаловаться, пожаловаться к тому, что пришел, например, сотрудник МВД и сказал, что кроме фото-видео фиксации, которая есть сейфа, нужно обязательно кнопка тревожная. И сегодня выписал предписание. Пришел человек пожаловаться, потому что он не знает, куда в региональную власть, какую дверь прийти и получить информацию. Особенно вот это важно еще на регионах, информационную работу. Я хочу какую-то от вас оценку. Мы с вами столько общаемся и в этой студии, и за ее пределами. Ну вот несколько дней этой работы. Вот какой мы имеем результат? Дней не несколько. Все-таки приняты были в прошлом году еще эти документы. Поэтому люди интересующиеся их прочитали и, в общем-то, сверили свои. Потом проделана госорганами огромная работа. Даже по сокращению этих списков санитарных требований, пожарных требований, прочих требований. То есть работа все равно движется. Ну а что касается, что мы хотим сразу, чтобы был некий всплеск. Все-таки здесь зависит от человека, который принимает эту идею, принимает решение пойти в бизнес, реализовывать некую бизнес-идею, попытаться получить прибыль. Давайте так, по-честному. Мы получим новых предпринимателей или мы получим тех людей, которые выйдут из тени? Ну вот условно говоря, знаете, у нас всего две очаровательные барышни, но мы все прекрасно знаем, что у нас есть жены, которые ходят куда-то красить ногти. И понятно, что этот бизнес существует. Ну то, что выйдут из тени, это само по себе плюс. Но все-таки я думаю, что в первую очередь в тех регионах, где есть проблемы с трудоустройством, люди смогут все-таки в большей степени себя применять. И сюда же надо добавить ремесленничество, самозянутность, любые формы. Так по-вашему, выйдут из тени или мы новых получим? И выйдут, и получим. Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу, никуда не уходите. Не знаю, верите ли вы в совпадение или нет, но вместе со вступлением в силу декрета номер 7 вступил в силу и новый закон об автомобильных перевозках. Изменение дополнения в закон. Изменение дополнения. Хорошо, если быть точным. Отчего погрустнело большое количество автомобильных перевозчиков? Ну и, вы знаете, нельзя делать вид, что это абсолютно незаметно, потому что в течение этой недели это обсуждалось во всех социальных сетях. Мои коллеги из средств массовой информации это обсуждали. Ряд маршрутов просто оказались невостребованы, вернее, может быть и востребованы, но просто они не вышли на свои маршруты. Те перевозчики, которые обычно это делали. Начальник управления автомобильного городского и пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь Сергей Станиславович Дубина у меня в гостях. Сергей Станиславович, добрый вечер. Что пошло не так? Что случилось? Объясните. Здесь, на самом деле, мне кажется, есть две причины. Одна причина – это, как уже говорили, что не все предприниматели участвуют в формировании, в том числе законодательства, и в продвижении своих идей и донесении этой идеи до органов государственного управления. Потому что, сталкиваясь с вопросом внесения изменения в различного уровня нормативно-правовые акты, порой бизнес как себя может вести, сообщества, объединения, они более активные. А сам человек, он думает, что кто-то за него просто примет решение, которое в конечном итоге… Правильно ли я вас понимаю, что вот если бы непосредственно люди, которые занимаются этим бизнесом, активнее принимали участие в подготовке этого дополнения? В том числе, в том числе. Но здесь еще есть вопрос второй в части организации перевозок. Ведь не секрет, что на сегодняшний день и в средствах массовой информации это доступная информация о том, что большинство недовольных – это индивидуальные предприниматели, которые имеют одну-две машины, максимум три, и которые говорят, что моя семья осталась без средств для существования. Больше недовольных и среди потребителей, и среди всех. Причем, говорите, не интегрировались. Есть случаи, когда ребята хотели участвовать в обсуждении проекта закона, у них не было такой возможности. Они высылали, предлагали, но их не слышали. И вот на самом деле… Сергей Станиславович, ну вот просто поясните, если очень коротко. Вот что является ключевым корнем противоречия? Ключевым корнем противоречия, на мой взгляд, является то, что те, кто организовывали данные перевозки, они все прекрасно знали, что меняется и в какую сторону. Но так как организаторы таких, ну, можно сказать, диспетчеры этих перевозок, они фактически не были, не сидели, ну, может быть, отдельно и сидели за рулем, но не имели подвижного состава, к этому тоже есть свои причины, почему они к этой модели пришли. Потому что фактически, организовывая перевозку и держа на пульсе руку за всю организацию эту, ответственности фактически эти диспетчеры, они не имели. То есть перевозчик, находясь за рулем… Валерий Леонидович, поясните ситуацию. Ну вот, ну, на самом деле, знаете, если бы это было такое количество каких-то вот нарушений, аварий, или еще… По-моему, уже все работало неплохо. Оно работало неважно, с какой точки зрения. Длительное время большое количество людей выполняли регулярные перевозки под видом нерегулярных. Они нарушали в какой-то степени закон, и было подпустительство определенное от госорганов, которым тоже было удобно, этого много не замечали. Но как себя это сообщество повело сейчас, когда вообще-то во всех странах мира, цивилизованных, мы так любим к ним обращаться, эта сфера очень жестко регулируется, потому что это сфера, связанная с безопасностью пассажира и с выполнением социальных стандартов. А что у нас… Ну, мы же смотрим… Это абсолютно величина, согласен. Да, Валерий Анатольевич, ну мы же смотрим новости. А что у нас, что у нас? Происходили какие-то бесконечные аварии там или еще что-то? В вашем ролике вы обратите внимание, где съемка происходила. На улице Свердлова. Это просто край тротуара, там запрещена стоянка на части этой и должна регулироваться платная парковка. С этой точки зрения, вообще, честно говоря, это цепочка. У нас неудачные вокзалы. Почему они хотели заниматься нерегулярными перевозками под видом регулярных? Потому что регулярным надо ехать на неудобный вокзал. У нас вокзал один умер, второй умер, третий умирает. Так а почему он умирает? Он, собственно говоря, умирает из-за этих действий. Нет, из-за того, что он расположен неудобно для потребителей. Да не поэтому он. В первую очередь, вокзалы убивались из-за вот этих вот действий. Я представитель регулярного перевозчика. И я участвовал во всех общественных обсуждениях, которые в этом законе проходили. Потому что я за потребителя. Я за то, чтобы потребителю было удобно. Регулярный перевозчик себе не может позволить забастовку. Регулярный перевозчик должен предупредить потребителя за 15 дней о том, что он приостановит перевозку. Сейчас диспетчерские службы, я не говорю за ИП, я не говорю за перевозчиков маленьких каких-то. Диспетчерские службы в областях устроили шантаж государства и шантаж потребителя. В мороз 20-ти градусный не вывезти машины. Понимаете? Это неуважение к пассажиру. Дезинформация, которую они дают сейчас в интернете. Хорошо, поясните, почему это произошло? Почему это произошло? Закон, который был ранее принят, существовала лазейка. Можно было оформить заказ на ряд и выехать. Я якобы еду в нерегулярном сообщении. Потому что, чтобы работать в регулярном сообщении, нужно было пройти ряд процедур. Не очень простых и не очень приятных, но это нужно было сделать обязательно. Для чего эти процедуры? Они действительно делают безопасную? Для контроля. Конечно. Или это просто контроль? Нет, ну что вы. Во-первых, это безопасность пассажира. Потому что устанавливается навигация в машину. Диспетчер или оператор автомобильных перевозок видит, с какой скоростью едет машина, где она едет, эта машина. Она способна отслеживать, куда нужно подать в случае чего какую-то замену транспорту. Но я не могу долго рассказывать, потому что о всех преимуществах. Второй очень важный пункт – это избежание недобросовестной конкуренции. То, что сейчас наша организация предлагала сейчас нерегулярным перевозчикам оказать всю документальную поддержку, чтобы выйти из тени. Обратилось не так много людей, я вам хочу сказать. Подождите, а они что? Действительно, это уплата налогов. Давайте я... Сейчас еще я вам дам слово. Я хотел бы конкретно человеку, работающему на маршрутах. Вячеслав, вот я знаю, что вы вроде и заключили все договора, и вы все равно не можете даже от вокзалов отъезжать. Моя организация выполняет нерегулярные перевозки. Выполняла, выполняет и будет выполнять. Объясняю почему. Те изменения в законе, которые мы видим, мы все знаем, они неправильно были поданы ни перевозчикам, ни пассажирам. Вы имеете в виду, неправильно были поданы... Поданы. В каком смысле? В каком смысле? Неинформированы. Значит, перевозчики эти поняли все, то есть, что нерегулярные перевозки закрыты и больше не существует. Этого нет, они существуют. Изменилось правило. По этим правилам можно работать и выполнять те перевозки, которые они выполняли. Вы же говорите сейчас о регулярных перевозках под видом нерегулярных. Когда есть расписание весьма жесткое, когда каждый день машины ездят по нескольку раз, по одному и тому же маршруту. С другой стороны, да, смотри, объясните, объясните. С другой стороны, объясните, как я вижу. Объясните мне ситуацию, я, честно говоря, не пользуюсь такими перевозками. Но я знаю, у меня очень много друзей, которые пользуются. И я не сталкивался с тем, что это какой-то беспредел и беспорядок. Абсолютно. Давайте я скажу, смотрите. Я пользовался этими маршрутками, замечательно ездят и качество работы, и безопасность, и билеты, и комфорт. Вопрос не в этом. Есть опять конфликт интересов. Есть государственные вокзалы, государственная инфраструктура. Есть параллельная инфраструктура, которую могут создавать, а могут не создавать люди. Почему надо заставлять отдельных поставщиков услуг пользоваться услугами своего конкурента, да, сливать коммерческую информацию? Это приведет к удорожанию тарифов. Это неправда. Я вам говорю о том, что я поставил на голосовалку в Одноклассниках, у меня 5000 людей проголосовало, 95% людей... То есть я думал, что в Одноклассниках люди до 20 лет. 95% людей, 95% людей говорят, что это попытка государства подмять под себя бизнес часто. Юрий Петрович, да, запрошу вас. Все достаточно просто. Поясните, действительно это какая-то монополизация, и происходит ситуация, когда кто-то подминает фактически просто... Так называемые нерегулярщики взяли под себя рынок более удобных регулярных перевозок. Удобные ничем. Они располагаются там, где ожидает потребитель. Пассажиру выгоднее. Вот смотрите, у нас автовокзал центральный размещен примерно почти километр от станции метро. А они ищут место, чтобы это было 200 метров, чтобы это рядышком было. И если им просто в этой ситуации пойти навстречу... Ребята, давайте, а чего вы из Полоцка едете в центр самый Минска? Ну вот я знаю, у меня все знакомые, кто отправляется в Вильнюс, они все на Каменной горке собираются. Совершенно верно. Зачем им на вокзал? Второе, еще смотрите, какие нюансы. Смотрите, еще какие нюансы очень важны. Вот оплата, если я покупал билет в Стокгольм и дальше еще. Мне дали до самого места и на автобус, и на поезд, и на самолет. Это все в одном пакете. У нас этот пакет не формируется. Он разорван тем самым нерегулярщиком. Валерий Анатольевич, ну поясните вот очень простым языком, что произошло, почему взбунтовались часть перевозчика. Очень простым языком попытаюсь объяснить. Во-первых, сфера перевозок, поскольку она является весьма сферой, связанной с опасностью и с ответственностью очень высокой. Не дай бог случится авария. Кто будет отвечать по страховкам, по ответственности? Кто будет содержать тех, например, людей, которые без попечения взрослых остаются, если вдруг авария? Гриф же не возвращается. При регулярных перевозках стоимость этой страховки входит в билет государства. ГАИ не возмущается. Почему возмущается законодательство? Почему здесь ГАИ? Я хочу сказать, что это не запасно. Давайте я попытаюсь дальше это сказать. Покажите мне аналитику. Когда люди осуществляют регулярные перевозки под видом нерегулярных, то есть что такое нерегулярные? Это на свадьбу, на похороны, экскурсию еще куда-то, то государство их не может контролировать. Они не несут ответственности, которая прописана в законах и в правилах перед пассажиром, перед государством. И это позволяет себя очень комфортно чувствовать. Например, перевозчик регулярных перевозчиков, мы с такого же кассового аппарата, транспортного, выбиваем билет. Вадим Николаевич, сколько людей не доехали? В начале поездки это нужно лично предположить того, кто это нарушил. Если вы на перевозке, как вы заявляете, то вы не знаете, что у нас не доехало более 50 человек. Это забастовка или люди откажутся вообще от этого? Они боятся, что их накажут просто, чтобы запасить. Они перегаруются на этот рынок и будут заниматься тем же самым. Это шантаж. Небольшой трансформации. Небольшой шантаж, что права потребителей нарушается вопреченном рынке. Мы, очевидно, увидели недостаточность вопроса. Вот нарушение классическое четвертой директивы президента. Речь идет о неинформированности или недоработанности закона. Не обсуждали то детали со всеми экспертами. Не обсуждали дело в создании инфраструктуры. Вот после того, когда написали все бумажки, декреты... Вот она должна была появиться в результате диалога как раз. Это несложно, несложно сейчас, даже в эти дни, взять лучших перевозчиков, те, кто активнее, перевозчиками нерегулярных. Я имею в виду более активных. Обсудить. Давайте вот тут будем стоять, тут будем стоять, тут будем стоять. Этого не будет. Этого не будет. Я объясню, почему. Вы можете... Я объясню, почему. Вот посмотрите, человеку, который не пользуется междугородними перевозками, вы можете объяснить, что возмутило людей, которые занимались исправно. И насколько я понимаю по средствам массовой информации, ну не было у нас большого количества или вообще какого-то количества таких резонансных нарушений, когда были аварии, нарушения, как это происходит. Ну, к примеру, у наших соседей в России. Что произошло? Для чего? Вы говорите, подождите, первое, что я хочу обсудить по поводу терминалов, да? Значит, это раньше был, только вокзал обязательно. На сегодняшний момент изменения в законе позволяют отправляться в вокзал, диспетчерский пункт, автостанция или билетная касса. Каменная горка, стоит киоск Минск-Транса, что мешает отправляться оттуда и регулярно. Как мне делать удобнее, аккуратнее. Пожалуйста, у меня на руках договор, подписанный сад вокзалом. Дальше. С первого числа, с первого марта я должен был выехать. Всем своей организацией с платформ автовокзала. Мы внесли предоплату. Мы внесли предоплату за въезд. Закон, который нарушает право автовокзала. Печать говорит Минтранса. 28 числа. Печати вообще не может быть. Автовокзала. Минтранс. 22 числа мне позвонил взволнованный директор автовокзала и сказал, что сверху бы ему позвонили, чтобы нас на автовокзал не запускать. Первого числа у нас на счету, когда мы возвращались деньги. Как это понимать? Кто это может прокомментировать? Я хочу завтра выехать по этому договору. Выполнять нерегулярные перевозки. Грузить людей не из грязи. Грузить людей? Грузить с другого. А я хочу сгрузить с платформы. Я хочу автовокзалу принести деньги. Речь идет о 3000 рублей. Мишлаб, я понял. Давайте прокомментируйте. Давайте начнем с того. Вы говорите, 10 лет вы нарабатывали клиентуру, маршруты. А то, что вы 10 лет обманывали пассажира, говоря о нем, что фактически он вас ассоциировал с регулярной перевозкой. Пассажиры в этом знают? Пассажиры не знают. Пассажир, когда садится... Он обращается к нему 10 лет. Пассажиры, когда садится в транспортное средство, он имеет мнение, что перевозка в регулярном сообщении должен быть. Конструктивно это значит, надо найти хорошее решение. Хорошее решение сейчас не в бумажке, а в решении инфраструктурной проблемы. Диагог. Это один одесский анекдот. Вам ехать или шашечки? Друзья, в прошлом году декрет номер 3 поставил инфраструктуру на уши. Сегодня, к сожалению, я вижу, что этот совершенно неудачный закон может точно так же поставить людей на уши. Причем регионы и центры, понимаете? Не поставить, это место не будет пустым. Уже на сегодняшний момент поданы заявления теми перевозчиками, которые готовы выехать в регулярном сообщении. Они заключат договор с оператором и выйдут. Такие договоры уже заключаются на сегодняшний момент. Договоров не существует, если есть единица. Договора не написаны. Егор, если вы поедете на... Договоры уже заключены, поехали на полос, полос, Минск. Договоры уже заключены и прорабатываются вопросы. Она неудобна. Вам надо доехать до автовокзала и так далее. Я был в Польше, в Польше все абсолютно иначе. Хочу сказать, мы вышли из аэропорта, сели в частную маршрутку с вокзала. Приехали, страшный вокзал, абсолютно страшный в городе Лодь, но мы приехали на вокзал. Частник нас привез с пункта А в пункт Б на вокзал. Давайте не будем Америку открывать, давайте возьмем европейский регламент пассажирских перевозок, и вы поймете свою неправоту. Почитайте эти европейские регламенты, поймете, почему это делается, и поймете, что ответственность перед клиентом. Белоподляска, суд, прокуратура, полиция, автовокзал в одном месте. Там же стоят нерегулярные перевозчики, пору-пору собирая своих пассажиров. Валерий Анатольевич, давайте мы действительно не будем сравнивать с Российской Федерацией. Хорошо, приведите пример. Я вот бывал, допустим, в Каннах. Я маршруток вообще не видел, честно говоря. Я не бывал в Каннах, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. Ну и в Париже, наверное, тоже маршруток. В Париже, наверное, есть. Есть там разного самого рода такси. Ну давайте, с чем мы можем сравнить? Давайте знаете, с чем сравним? Все-таки, эта сфера всегда в каждой стране очень четко регулируется. Потому что, если я нерегулярный перевозчик, никто мне не помешает, вот уважаемая коллега, за 10 минут до ее отправления подъехать, предложить на 2 копейки дешевле и увезти всех этих людей. И все, я повез их, да? Я всем сделал хорошо. Люди очень рады. Они довольны. Рынок так не работает. А завтра будет мороз, они скажут, ага, меня транспортная инспекция оштрафовала. Я не поеду. А этот уже разорился второй. Совершенно по-другому не работает. Разорился. Валерий, а что вы говорите? А в стране происходило следующим образом. Нет, почему государство это регулирует? Юрий Петрович, а может быть, это вообще наш, скажем так, советский пережиток, эти маршрутки? Потому что я вот сейчас про Канны сказал и вспомнил, что там ездит автобус. Там нет вот этих маршруток вообще. Вы знаете, что там ездят такси. У нас такси не меньше проблем, а может даже и больше проблем, чем в системе вот этих так называемых маршруток. Такие же проблемы есть и в общественном транспорте большом. Это вообще недорегулированность. Я имею в виду больше всего технологическая. Это может вообще какой-то наш советский такой... Нет, нет, это нормально. У нас люди много пользуются этим, потому что это дешевый относительно вид транспорта. И более мобильный, надо сказать. И более мобильный, чем большой. Они заняли свою нишу и на этой нише все очень хорошо чувствуют. Но вопрос недоделанности. Вот понимаете, как сравнить с любым другим. Пол недоделан, вот он такой грубый. Недоделанное что-то... Так что произошло? Ну давайте... Салон красоты столкнулся. Я прошу высказаться каждому из вас. Что недоделан? Не так законно, ну вернее не законно, а изменение в закон вписали. Не проинформировали. Что произошло? Почему в итоге сотни наших белорусов оказались в непонятной ситуации? Сотни наших белорусов оказались в этой ситуации, как я говорила, из-за диспетчерских служб, из-за перевозчиков, которые сейчас начинают... Ну фактически, знаете, как для людей-то, типа, сделали дополнение к закону, и мы стоим на улице, нас никто не везет. Это конформирует о том, что якобы отбирают частный бизнес. Нет, как раз-таки происходит либерализация этого частного бизнеса. Сейчас, на сегодняшний момент, пришел к оператору, написал заявление, утвердил расписание и поехал. Это сейчас оформляется гораздо быстрее. Это была первая волна. На сегодняшний день уже все успокоилось. И многие уже, будем так говорить, операторы, которые оказывали услуги, уже пошли оформляться, как... Большинство возразистов нерегулярной перевозки. Как бы вы... Нет, ничего в этом страшного. Немножко больше документации. Сейчас действительно уже мы видим, что ситуация становится менее острой и вроде как-то разрешается. Но я скажу, что это вот как раз... А в чем произошло? Вот в чем этот узел возник-то? Ну, это вот как раз пример того, что действительно, когда есть диалог и когда идет разъяснительная работа, так и вопросов не возникает. Ну, вот сейчас мы как раз пример и такой видим. Георгий Васильевич, ваше мнение. Есть такое понятие оценка регулирующего воздействия. Мы очень об этом говорим много и пишем, и говорим, что у нас это внедрится. Это вот как раз тот пример, где об этом вообще никто даже и не знал, что это такое РВ. Этот пример войдет в историю, как Минтранс не провел по оценке этого воздействия. Я вам скажу, что самое странное, что на эти грабли мы наступаем регулярно. Взять тот же декрет об оживенчестве. Мы сделали, подписали, потом сохраняли лицо и начали себе, так сказать, правой рукой за левое ухо. Тут договоримся тоже. Но сам процесс принятия, конечно, был из рук вон плохо. Сергей Станиславович, вы готовы принять такую претензию, чтобы поторопились или не проинформировали? Я не готов. Я наоборот даже скажу, что возможно даже слишком поздно этот закон принят и вступил в силу. Потому что многие привыкли к той системе, которая была раньше. Да, была лазейка организации данного вида перевозок. Но, я еще раз повторю, пассажир был в неведении. Пассажир не знал, какая ему услуга оказывается. Так какое ему было дело? Пассажир ему оказывается, как вам ехать или лежать? Какая ему разница? Ему главное доехать. Кто же будет постоянно пользоваться услугами регулярщиков, если это недавно? Самое главное, чтобы он был безопасным доставлен в точке А, точку Б. Но когда совершили жалобы, он куда обращается? Сколько судебных решений было конкретно, скажите, пожалуйста? Сколько судебных решений было? Послушайте, как возник вообще этот вид перевозок? Сейчас, секундочку, дайте. Как возник вид перевозок? Были регулярные перевозки. Вот водитель увольняется и думает, а почему бы мне самому не заняться? Покупает машину, и перед своими же бывшими коллегами он едет за 10-15 минут, собирая всех пассажиров. Так обанкротились десятки предприятий. Так развалили восточный вокзал, который стал невостребованным. Понимаете? Автовокзал. Так развалили автопарки. Вот это, вот это реальный факт, на самом деле. Вот который, я думаю, в итоге мы все-таки приходим к тому, что это защита бизнеса. Егор, есть для этого институт социологии, академии наук, который запросто бы провел это исследование и подсказал вам механизмы. У нас достаточно хорошая организма, и он сказал бы мнение потребителей, механизмы, институт социологии. Мнение было по грандинию. Прошу вас. Ну, самая большая проблема, что то, что пострадали вообще сам потребитель. Да, да, да. И второй момент, это то, что этот закон был по инициативе Минтранса, но не по инициативе потребителей и бизнеса. Пострадало доверие государству. Да, и дальше, и дальше, как раз-таки, это уже конкуренция идет между крупным и мелким, между государством и бизнесом. Мы будем предлагать Минтрансу пойти дальше. Следующие шаги, вот они не осуществлены. Сейчас поменяли вывеску, нерегулярщик-регулярщик или наоборот, это не важно, не суть важна. Важно что? Что следующие шаги, это приблизить потребителю места посадки, сделать более гладким пересадки. То, о котором сейчас никто не заботится. И это, это, вот, это является ключевым. Валерия, я вас, я вас прошу, вот в итоге, в итоге получилось, что Екатерина Николаевна сказала то, по большому счету, ну, как бы, что все предполагали, что речь идет о защите бизнеса. Во-первых, предыдущая редакция закона не была до конца реализована. Должны быть организованы операторы перевозок, которые по заказу местной власти регулировали бы этот рынок очень жестко в каждой области. Это не до конца сделано. Должен был сформирован реестр перевозчиков, который существует во многих странах мира. Ты должен находиться в этом реестре, если претендуешь на то, чтобы возить людей туда-сюда. В результате мы получили ситуацию, когда по хорошим классным маршрутам между большими городами ездят частники, не неся никакой ответственности. Но городские автопарки разорились, государственные, бывшие. А эта часть бизнеса не берет на себя социальную часть. Есть небольшие деревушки, есть с непостоянным потоком. Есть ли у нас кто-нибудь из нерегулярщиков, который по заказу может ездить в деревню и один раз в неделю кого-то подвозить? Вряд ли оказывается такого рода. Мы занимаемся более интересной работой. Как вы представляете, в регулярном сообщении собрать людей, представим, в Либонском районе и завести их в Боровляне? Давайте перекидываться не будем. Так вот, в Германии между регулярными и нерегулярными есть еще четыре вида перевозок. Нам надо развиваться более быстрыми темпами и никуда мы не уйдем от этого европейского регламента, от жесткой здесь регулирования всего этого и от искоренения этой дикой конкуренции. Когда кто первым прибежал, тот и победил. Чиновник, тот человек, который все это реально делает, он реально делает это. Я все-таки призываю. Я просто хочу сказать финальной программой, что совершенно очевидно, что безусловно, бизнес не просто так называется бизнесом, потому что все заточено на прибыль. Но когда речь идет об обслуживании населения, к тому же широких слоев, всегда есть повод говорить о социальной и гражданской ответственности этого бизнеса. Потому что сейчас Валерий Анатольевич сказал очень важную мысль. Конечно, лучше всего продавать и ездить по маршруту, допустим, Минск-Вильнюс, Минска у нас, Минск-Могилев. Но есть большое количество социальных задач, которые надо решать. Когда один, два, три человека, и это все-таки ложится на плечи государственных, наверное, автопарков. И тут мы сталкиваемся с тем, что, с одной стороны, кажется, наверное, часть бизнеса вроде бы возмущена тем, что с ними поступили несправедливо. Но, с другой стороны, они не готовы взять на себя не сильно прибыльную ее часть. Через неделю мы вернемся в эту студию, поговорим о новой проблеме. Большое спасибо вам за ваше время. К сожалению, оно закончилось. Увидимся через неделю. Всего доброго. Продолжение следует...